Вы слушаете канал jah.club, массовое захоронение лягушек недалеко от Кембриджа ставит экспертов в тупик. Беспрецедентная находка из 8000 костей, открывшаяся археологам на дорожных раскопках, представляет собой доисторическую загадку. Археологи, работавшие рядом с участком, на котором расположено сооружение времен Железного века неподалеку от Кембриджа, удивились и озадачились обнаружением множества костей и скелетов лягушек. Почему было сложено и сохранено такое количество останков, остается доисторической загадкой. Представители класса амфибий были извлечены из единственного 14-метрового котлована, расположенного на месте дорожной развязки рядом с домом Железного века в Бархилле, где было поселение в течение среднего и позднего Железного века, с 400 года до н.э. до 43 года от начала н.э. Открытие было сделано Музеем лондонской археологии, Мола, Хидленд Инфрастракчер, проводившим раскопки в рамках программы улучшения дороги национальной автомагистрали А14 от Кембриджа до Хантингдона. Несмотря на то, что останки жаб часто обнаруживаются на древних стоянках, исследователи обескуражены таким большим количеством особей, которые были найдены в Бархилле. Доктор Вики Юэннес, старший археозаолог Мола, специалист по костям древних животных, рассказала, по моему опыту работы в основном на участках из Лондона, мы находили не так много лягушек. Невероятно, когда из одного рва извлекается так много костей. Отметив, что эти кости в первую очередь принадлежат лягушке обыкновенной и обыкновенной серой жабе, видом, найденным в садовых прудах по всей стране, она сказала, в ходе своего исследования я нашла только две саксонские стоянки с отдельными костями на каждой. Эта лягушка, которая была найдена только в Восточной Англии, вымерла в 1990-х годах, возможно, из-за потери среды обитания, но недавно была вновь завезена. Фото, theguardian.com Поскольку это предыстория, найти объяснение сложно, хотя древние цивилизации, включая египтян, месопотамцев, греков и римлян, видели в лягушке символ плодородия, среди прочих ассоциаций. Маловероятно, что эти амфибии были съедены жителями этой стоянки. Археологи говорят, что, хотя имеются доказательства приготовления пищи из амфибий в Британии, относящиеся к каменному веку, эти кости не повреждены порезами или следами ожогов. Однако, если бы лягушек варили, такое приготовление могло бы не оставить следов. Благодаря обугленному зерну, которое было найдено рядом с данным участком земли, есть возможность предположить, что местные жители обрабатывали урожай, привлекающий вредителей, таких как жуки и тлея, которых, как известно, поедают жабы. Так что, исходя из предположений ученых, возможно, лягушек в этот район привело наличие еды. Имеются и другие возможные объяснения, которые включают трагедию доисторической лягушки. Исследователи сообщают, что весной огромное количество лягушек перемещаются в поисках нерестилищ, и они могли упасть в котлован и попасть в ловушку. Исходя из еще одной гипотезы, такое необычайное число погибших особей могло быть вызвано зимними трудностями. В то время как зимующие лягушки иногда прячутся в грязи, сильный холод может убить их, и, возможно, они стали жертвой особенно суровой зимы. Согласно другому предположению, они могли страдать от болезней, как в 1980-х годах, когда британские лягушки пострадали от вспышки роновируса. Неизвестно, насколько глубоким был ров. Группа исследователей сняла приблизительно метр верхнего и нижнего слоя почвы, чтобы добраться до него. На данном участке было найдено лишь небольшое количество бытовых отходов, в том числе черепки глиняной посуды Железного века. Кости земноводных были среди огромного количества находок. От артефактов до человеческих останков. Во время прохождения около 40 раскопок, проведенных в период с 2016 по 2018 год на площади 234 гектара. Фото, theguardian.com анализы все еще продолжаются, хотя раскопки уже завершены. Юэнесс провела последние два года, изучая кости животных, в том числе крупного рогатого скота. Как только все исследования соберутся воедино, есть надежда, что они прольют новый свет на жизни, который вели тысячи лет назад, и раскроют причину смерти столь многих амфибий. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб.